Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас с вами мое любимое Макдональдс. Никому не говорите, что я столько фастфуда ем. Мне там в комментариях писали девчонки, что ты вот закончила курс ракутана, сейчас будешь кушать фастфуд и прыщи появятся заново. Вот как раз мы с вами поставим такой эксперимент. Я лично считаю, что кожаные вот эти заболевания, они никак не связаны с питанием. И я это как бы ощутила на себе, когда я на три месяца каждый год ездила к бабушке. Три месяца. Я питалась только здоровой пищей. Даже майонеза не было в моем рационе, представляете? Жизнь без майонеза была очень сложная. Но так или иначе, кожа моя не восстановилась. Так что я не верю в эту зависимость. Вот что-что картошка фри в Макдональдсе мне не нравится. Посмотрите, какая она тонкая. В КФС лучшая картошка фри. На многие позиции заметила, что Макдональдсе дешевле. Десертик вот этот. Макдональдсе чаще бесплатная доставка. Не знаю, я больше как-то Макдональдс люблю, если честно. Вчера я так угорала. Мне невозможно было остановить. Сидим мы, значит, с мамой. Я включила песню Моргенштерна. Вот эту новую. Вот это нули. Под которую я танец снимала в ТикТоке. И мама такая говорит, какая классная песня. Интересно, на каком это языке? На каком это языке я столько угорала? Моргенштерн поет. Мама говорит, какая классная песня. Интересно, на каком это языке? Я говорю маме, так это русский. И она такая, в смысле русский. Это не русский. Я начала смеяться. Мама подумала, что я прикалываюсь на ней. Немножко так обиделась. Мама вообще у меня кадр. С ней жить просто настолько угарно. Один раз она пошла выносить мусор. А потом мне еще нужно было сходить по магазинам. И мама мне такая звонит. Говорит, у меня в руках были пакеты с мусором. И был мой клатч. Видимо, когда я выбрасывала мусор, я этот клатч тоже выбросила в мусорку. Блин, меня невозможно было остановить в этот момент. Прикинь, идешь, идешь, взял все, выбросил в мусорку, пошел дальше. Потом открыли в интернете текст этой песни. И мама убедилась, что это на русском. Мне так прикалывает, смотрю видео в ютубе Моргенштерна. И он такой говорит. Я сегодня выпускаю видео из-за того, что у меня рекламное предложение. Спасибо рекламодателям, что выйдет это видео. То есть, если бы у него не купили бы рекламу, хрен бы он что заснял. И прямо в открытую так это говорит, это очень смешно. И вы знаете, это стучат не соседи снизу, а это через три соседа. Прикиньте, как слышно. У нас внизу сосед до сих пор не сделал ремонт. Он купил эту квартиру лет 10 назад, не сдает, не продает, не делает ремонт и сам не живет. Просто купил, чисто оставил. Зачем, непонятно. И вот я теперь боюсь, когда он начнет ремонт. Мы с вами будем видеться только по ночам. И то с его разрешения. Кофе обалденный у них. Взяла кофе с молоком. Обычно, знаете, холодный привозят. В этот раз нормально. У меня мама всегда боится вот этих вот бумажных чашек. Поэтому подставляет вот такую вот штучку снизу. Но даже без этой штучки все нормально. Ничего не разливается. В общем, вчера сидели с бабушкой, обсуждали то, другое, десятое. Бабушку очень любят спрашивать про мою личную жизнь. Она всегда спрашивает про Рошана. А какой он? А что? Я говорю, например, это и это запрещают. Он такой, мужик! Мужик, молодец! Бабушка так заочно знакомая с ним. Бабушка всегда говорит, выбирай мужчину. Строгого. Чтобы чувствовался мужской стержень. Какой-то, знаете, амеба нам не нужен. И она всегда мне такая говорит, покажи фотку. Я показываю. О, какой страшный! Я показываю другую фотку. А здесь уже лучше. Главное, чтобы не худенький был. А то вдруг чем-то болеет. Такая логика вообще. Ну, в общем и целом, бабушка рада за меня. Она говорит, самое главное, чтобы ты была счастливая. И всегда бабушка говорит, что любовь бывает один раз в жизни. Если упустишь, то все. Она говорит, что сильно мозг не выноси ему. Мне кто-то написал. Бабушка говорит, не упусти свой шанс. Если хороший парень. Прислушивайся к нему. Скажи ему, бабушка говорит, да мне? Скажи ему. Я не хочу жить отдельно от твоих родителей. Твои родители? Мои родители? Я их уже люблю. Я их не видела, но я их уже люблю. Бабушка дает советы дочке, внучке. Всегда уважительно относись к старшим. Скажи, у тебя такая прекрасная мама. Как я могу хотеть жить отдельно от нее? Я всегда мечтала жить с твоей мамой. Я говорю, ну я же не хочу жить с его мамой. Она так поворачивается ко мне и говорит, чем тебе мешает его мама. Например, я. Только помогаю вам. Вот чем я вам мешаю? Обожаю просто сидеть, болтать с бабушкой о жизни, получать какие-то советы, но в то же время делать так, как считаю нужным я. Вообще, я очень люблю свою бабушку. Мне иногда очень интересно слушать ее истории из ее детства. Потому что эти истории кардинально отличаются от нынешних. Просто представьте, бабушкину подругу, то есть одноклассницу хотели выдать замуж за какого-то состоятельного там человека из деревни. она сказала, что она не выйдет за него замуж. Домашние насели на нее, сказали, что если не выйдешь замуж, все тебе не жить. Зачем тебе какой-то голодранец? Потом всю жизнь жалеть будешь? Бабушка рассказывала, что таких случаев было просто море. Бабушку саму выдали насильно замуж, и те времена они были такими. Родители выбирали вторую половинку. А девушке оставалось только смириться. Ну, в общем, эта девушка, она решила не мириться с этим. Я очень извиняюсь за эти посторонние звуки. Это, видимо, сосед с 13 этажа. В общем, она ослушалась своего отца, обманула домашних и убежала с тем парнем, которого она любит. А типа убежала дочка, это типа был позор в то время. И что сделал ее отец, представляете? Я была в шоке. Его не посадили. Самый прикол заключался в том, что в то время за такие вещи не сажали. Ну, в общем, что произошло? Он то ли телеграмму отправил, то ли еще что-то отправил ей. Что раз уж так произошло, все равно ты моя дочь. Приходи обратно. Поговорим. Это тоже твой дом. То есть это твой выбор. Уже я ничего не могу поделать. Я просто хотела лучшей жизни для тебя. Как бы девушка поверила. Девушка приехала. И папа позвал ее там поговорить на обрыв. В общем, там такой обрыв. И тут вытаскивает отец револьвер. И говорит, ты испоганила мою честь, честь моей семьи. И ты должна умереть. Прикиньте. Дочь начала умолять, что, пожалуйста, папа, не делай этого. Но он выстрелил. И тело девушки упало за овраг. Представляете? Ну, как за овраг? В общем, здесь, типа, овраг. Она стояла здесь. Упала внутрь. Потом этот жених, с которым она убежала, он попытался убить отца этой девушки. Прямо, знаете, такое ощущение, что какой-то турецкий сериал. Ей-богу. Но у него это не получилось. И он не смог жить без своей любимой. И сам себя убил. В общем, такая история. Самый прикол, что в деревне никто не осуждал этого мужчину. Все считали, что если он сам произвел на свет этого ребенка, значит, имеет право делать все, что он хочет с его жизнью. То есть, изначально его жена могла не родить этого ребенка. И, следовательно, он решает, сколько будет жить его ребенок. Его не посадили за это, представляете? Бабушка рассказывала, что отец настаивал, чтобы тело его дочери прямо там и гнило. Но соседи сказали, что это уж слишком жестоко. Тем более, неприятный запах от гниющего тела. Это очень жестоко. и они ее похоронили. Представляете, такой грех на душу взял мужик. Я, кстати, три года назад, когда была на похоронах, мне вот бабушка давно еще рассказывала эту историю. Она мне показала правнука вот этого вот мужчина. Мы что-то сидели за столом, а я по приколу у него спросила, я говорю, а была такая ситуация? Он так сразу, нет, типа, это просто легенда деревни. Мой дедушка не делал такого. Она сама упала с обрыва. Поскользнулась. Но моя бабушка говорит, что я свидетель тех времен. Я, если честно, больше склонна верить своей бабушке. возможно, правнуку специально рассказывали эту историю, как-то Господи, успокойся, ты, дятелла. Ой, пора строить дом и переезжать. Дай бог. В общем, мои хорошие, на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю, целую. Всем пока. Пока.